Многие детали автомобилей, тракторов, мотоциклов, других машин, изготовляют методом литья под давлением. Литье под давлением – высокопроизводительный способ изготовления танкостенной пакетной локации. Чисткого процесса. Расплавленный металл заливают в камеру прессование литейной машины и под давлением подают в полость пресс-формы. Пресс-форма для литья под давлением состоит из двух половин. В ее теле выполнены вентиляционные каналы. Промывники. Питатели. Литниковый ход. При раскрытии пресс-формы отливка остается в подвижной половине и удаляется выталкивателями. При литье под давлением применяют машины с холодной и горячей камерами прессования. Проследим за процессом изготовления отливок на машине с горячей камерой прессования. В тигле с расплавленным металлом располагается камера прессования. Расплавленный металл под давлением поршня поступает по металлопроводу через обогреваемый монштук в полость пресс-формы. После затвердевания отливки поршень возвращается в исходное положение, а остатки жидкого металла из металлопровода сливаются в камеру прессования. Отливка удаляется из пресс-формы. Одна половина пресс-формы крепится к подвижной плите, движущейся по направляющим колоннам. Другая — к неподвижной плите машины. Форма закрывается и запирается с помощью гидроцилиндра и системы рычагов. Под действием прессующего поршня вертикального гидроцилиндра Расплавленный металл из камеры прессования через монштук подается в полость пресс-формы. Высокопроизводительные машины с горячей камерой прессования работают в автоматическом режиме. Их применяют для получения отливок из цинковых и магниевых сплавов. Проследим еще раз цикл работы машины с горячей камерой прессования. Летники и промывники удаляют на обрезных прессах. А теперь рассмотрим устройство машины с холодной горизонтальной камерой прессования. Машина состоит из следующих основных узлов. Механизма запирания. Механизма прессования. Насосно-аккумуляторной станции. Система контроля и управления технологическим процессом. В начале рабочего цикла машины пресс-форма закрывается и запирается. Расплавленный металл под давлением поступает в камеру прессования. После затвердевания отливки пресс-форма раскрывается и отливка. Рабочую поверхность пресс-формы покрывает разделительной смазкой. Расплавленный металл под давлением. Заливка металла в камеру прессования производится ковшовыми дозаторами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ГОР incrолка Качество отливок во многом зависит от способа заполнения формы. При литье под давлением расплавленный металл заполняет пресс-форму с большой скоростью. Что затрудняет удаление из нее воздуха и газов. Это приводит к образованию пор в отливках. Для повышения плотности отливок применяют способ вакуумирования, при котором пресс-форма заключается в вакуум-камеру. Воздух и газы при этом удаляются из формы, исключая образование пор. Другой способ повышения плотности отливок — подпрессовка в процессе их затвердевания. Подпрессовка устраняет усадочную пористость в тепловых узлах отливки. Расплавленный металл из пресс-остатка давлением плунжера запрессовывается в тепловой узел. Литьем в кокель получают отливки из цветных сплавов и чугуна путем свободной заливки расплавленного металла в металлическую форму. Вес отливок — от нескольких граммов до 250 килограммов и более. Кокель для отливки крышки блока цилиндров двигателя состоит из верхней плиты, двух боковых половин и нижней плиты с центральной вставкой, выталкивателями и направляющими штырями. Для выполнения внутренних полустеклевки применяют металлические и песчаные стержни. При подготовке к заливке на нагретую рабочую поверхность кокеля наносят теплоизоляционное покрытие и подсушивают его. Собранный кокель заливает расплавленный металл. Расплавленный металл подводится в форму сверху, снизу или сбоку. В литейном производстве применяют однопозиционные и многопозиционные кокельные машины. При изготовлении поршня внутреннюю полость получают с помощью разъемного металлического стержня. Проследим за процессом отливки поршня на однопозиционной полуавтоматической кокельной машине. Продолжение следует... Широкое применение получили также универсальные кокерные машины с двумя подвижными плитами. В массовом производстве применяют многопозиционные карусельные кокельные машины с пневматическим приводом. Процесс изготовления головки блока цилиндров на шестипозиционной карусельной кокельной машине выглядит так. На первой позиции после очистки кокеля на рабочую поверхность наносят теплоизоляционное покрытие, устанавливают стержни и форма продувается. На второй форма в это время закрывается. На третий идет заливка расплавленного металла с помощью пневматического дозатора. Рассмотрим принцип его работы. АПЛОДИСМЕНТЫ На четвертой позиции отливка охлаждается. На пятой кокель раскрывается и отливка удаляется из формы. На шестой кокель охлаждается, а от отливок отделяет литниковую систему. Прилетев кокель, отливки изготовляет с прибылями, что предупреждает образование усадочных раковин. А теперь ознакомимся с изготовлением отливок чугунных станин электродвигателей на автоматической шестнадцатипозиционной кокельной линии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Затвердевший отливку после удаления металлического стержня с помощью манипулятора извлекает из формы. Затем отделяет литниковую систему. Полученные отливки подвергают отжигу. Применение прогрессивных технологий литья позволяет получать отливки повышенной точности с меньшими по сравнению с литьем в песчаной формы припусками на механическую обработку. В масштабах страны это сотни тысяч тонн сэкономленного металла. Продолжение следует...